Оказывается, быть готовым к труду и обороне не так-то уж и просто. Это подтвердят сотни мальчишек и девчонок из разных учебных заведений Ленинского района, которые собрались в спортивном зале, чтобы проверить свои физические таланты. Тестирование ГТО – это выполнение видов испытаний по 58 видам испытаний комплекса ГТО. Здесь сегодня представлено только пять. Это прыжки с места, пресс, у девочек отжимания, у мальчиков подтягивания и упражнения на гибкость. Такое большое скопление народа не случайно. Хорошие результаты сдачи ГТО помогают при поступлении в ВУЗы. Комплекс ГТО – это добровольное выполнение. Ну, хочешь – выполняй, получай дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ какой-то. Не хочешь – не выполняй. То есть и со взрослыми такая же история. Если ты чувствуешь себя спортивным, физически подготовленным, почему не прийти и не показать всем, да, я такой, получить знак отличия, получить удостоверение к нему. И вот с гордостью вовлекать в эти ряды своих сверстников, своих коллег. Но пока активное развитие комплекса происходит только среди молодежи. Видное стал одним из пилотных городов по внедрению системы ГТО. В следующем году на стадионе «Металлург» запланировано открытие специального спортивного сооружения, предназначенного для сдачи норм ГТО. Тогда же обещается и официальное введение программы во все образовательные учреждения страны. Как уверяют судьи, для сдачи ГТО не нужно быть золотыми призерами Олимпийских игр. Главное – иметь желание и приложить немного усилий. Если ты утром встал и уделил себе 10-12 минут перед школой, ну даже 5 минут, на утреннюю обыкновенную утреннюю зарядку, стандартное упражнение, наклоны, присев, прыжки – это достаточно. Не обязательно подходить к этому профессионально. Александр Шишов, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.